Итак, сегодня мастер-класс. Готовимся к встрече Нового года. Мы будем делать не одно изделие, как мы обычно делаем на мастер-классах, а я покажу вам большое количество идей, вариантов разных поделок, рисунков и аппликаций, которые можно сделать к Новому году с детьми и красного возраста. Это особенно актуально для родителей, потому что в семье бывает не только один ребенок, но и разные дети, поэтому и старшие могут подключиться, помогать вашим школьникам, и для младших дошкольников нужны интересные идеи. Поэтому мы сегодня все посмотрим в достаточно быстром тыпе, в конкурсе, вебинаре. Я расскажу, где можно более детально посмотреть те идеи, которые я предлагала, и уже вместе пошагово сделать. Сегодня у нас получается, что мы будем больше с вами смотреть. Наверное, сделать в таком тенте не получится, хотя, может быть, получится и что-то сделать. Итак, мне хотелось сегодня показать, что мы встречаем Новый год в абсолютно разных техниках, и наиболее популярной из них это будет аппликация, но также и с красками мы тоже поработаем, создадим новогодние рисунки, новогодние открытки или просто новогодние украшения для дома и для класса. В начале учебного года, в конце августа, у нас с вами был вебинар, который мы посвятили гофрированным поделкам, гофрированным изделиям. Он есть в записи, вы можете его посмотреть. Ну, хотелось только напомнить о том, что эти поделки мы тоже можем использовать для новогоднего праздника. Это поделки из цветной бумаги, в которой мы учимся делать учебники технологии для первого класса. В учебнике есть достаточно подробное описание технологий, но также я делала мастер-класс на эту тему, и у нас есть вебинар. Также на эту тему, как из гофрированной полоски сделать, можно сделать просто бальтик, можно сделать кружок, разноцветные кружки, ну, напоминая о том, что было, но не будем сильно останавливать на них свое внимание. Такие гофрированные подвески вы можете использовать для того, чтобы украсить новогоднюю елку, они могут занять место игрушек, можно украсить семья квас или территорию дома. Большой интерес всегда вызывают техники, связанные с вырезанием и связанные с симметричным вырезанием. Это разнообразные сосудки и снежинки. Они настолько традиционно прижились в нашей стране, настолько популярны, что, наверное, существует больше ста способов вырезать снежинку или сделать сосульку. Нам важно не забывать, что, несмотря на то, что для нас это настолько уже традиционный вид творчества, для ребенка он всегда новый и всегда звучит по-новому. Потому что ребенок в 5, 6, 7, 8, 9 лет, когда первый раз вырезает снежинку, первый раз вырезает симметричную сосульку, всегда испытывает некий восторг от того, что у него в сложенном виде не получалось. И теперь он, ну, не то что не получалось, то есть в сложенном виде он не видит всю, как бы, картину. Когда он разворачивает, перед ним представится геометрический узор. Поэтому крайне полезное занятие. И, несмотря на то, что в целом его новизна не так актуальна, она всегда будет новой и новой для ребенка. Поэтому мы тоже это делаем. И это очень хорошо развивает мышление ребенка, геометрическое мышление. Потому что он начинает уже, ну, как бы, представлять предполагаемый результат, вырезая, иногда находя открытие. Не всегда с первого раза получаются у ребенка снежинки и сосульки. Именно потому что он уже потом начинает думать, как ему сделать, что ему, какую форму ему вырезать, для того, чтобы оно потом получилось ярче. Давайте мы с вами пошагово тоже посмотрим, как это можно сделать. Для снежин и сосульки нам с вами нужна белая бумага. Также можно использовать все оттенки голубой бумаги. Светло-голубая, светло-фиолетовая. И даже синяя бумага тоже может быть использована для того, чтобы делать снежинки и сосульки. В первую очередь мы складываем лист пополам. Сейчас мы с вами будем делать сосульку. Более простая форма. Она более простая, потому что ребенок прорезает лист сложенный пополам. Он лучше подходит этот вид для школьников и для младших школьников, потому что нужно прорезать только два слоя бумаги. Складываем листочек пополам и можем наметить нашу снежинку. Есть в интернете заготовки, различные шаблоны готовых сосульок и снежинок, которые мы отпечатываем на принте, и ребенок только вырезает. Мы можем рисовать. Но я всегда советую импровизировать детям, потому что ребенку иногда проще придумать узор самому, чем следовать тому узору, который получается. Пусть это будет не такой ветвистый узор, но у ребенка будет больше ситуация успеха, что он полностью все, что сделал, он сделал сам. Когда мы берем готовый узор, у нас остается осадок у ребенка, что я сделал 30, я сделал 40 процентов, я сделал только половину тех дырочек, которые можно было сделать. Поэтому я просто советую импровизировать. Однако мы можем помочь ребенку и наметить для него только общий контур, внешнюю форму сосульки, которая у нас получится. Затем мы начинаем вырезать ножницами, вырезаем внешний контур, габарит, внутри которого ребенок будет делать дальнейшие фигуры. Начинаем мы с крупного, с крупных прорезей. Вот видите сейчас на нижнем слайде, что мы делаем внутрь ее, повторяя форму, у нас получаются такие выгнутые треугольнички, а где-то кружочки. Начать лучше, если вы первый раз это делаете с ребенком, достаточно крупные делать форму, для того, чтобы ребенок со временем начал понимать принцип, как эта фигура будет усложняться. Ну и вот посмотрите, дальнейшая вариация, мы на эти большие формы, которые мы сделаем, теперь по краям мы делаем более маленькие прорезы, такие треугольнички, как со стороны внутренних прорезов, так и внешних, на второй картинке. Вы видите, внешние габариты мы тоже прорезаем треугольничками, получается такой рваный контур. Сейчас карандашик возьму. Вот вы. Посмотрите, мы делаем контур в треугольничке, и вот здесь мы делаем внутренний контур, видите, у нас рваный. И потом мы ее расправляем, у нас получается деталька. Есть большие кусочки, которые у нас просвечивают, и маленькие, как бы с маленькими кусочками. Следующая форма совершенно другая, и именно разнообразие этих форм, оно делает этот урок интересным. Как еще можно? Как еще можно? Давайте я еще попробую, придумаю какую-то форму. Здесь мы делаем ее не такую острую конечную, как предыдущая, предыдущая у нас такая остренькая с треугольничками, а здесь мы делаем более плавно закругленные формы, потом внутри мы тоже прорезаем с круглыми окнотениями и разворачиваем. То есть, в принципе, у нас три этапа пазовая и небольшой узор мы сделали внутри самой сосульки снежинки. Следующая форма, здесь мы геометрично делаем геометрический узор. У нас ромбовидное в итоге получается сосулька, габариты, и как бы от исходящей точки делаем лучи. В направлении разворачиваем мы вот эту геометрию, мы тоже на нас смотрим. Тоже вариант. Особенно математики любят такие. Звука нет вообще. Так. Звука нет только у Ольги. Коллеги, вот когда в чате появляется, да, что звука нет. Вот я вижу, что у Марии и у Ольги нет звука. Те, у кого звук есть, просто ставьте, да, чтобы я понимала, где проблемы. То есть, у нас посерединке проблемы потерялись с интернетом. У меня выключился микрофон или колонки выключились, да, у принимающей стороны. Все, вот большое спасибо, да, вот быстро, когда реагируем, я тогда понимаю, что все, проблема где-то в серединке. Всем советую перезагружать компьютер. Следующая форма. То есть, мы также продолжаем делать разные лучики. Вырезать и усложнять формы. Еще одна форма у нас получилась, да, немножко похожа даже потом. Дети могут находить в этом. Вот мы когда эту снежинку сделали, у нас появилось ощущение, посмотрите, что похоже на шлем снежной королевы. Как бы на ее корону, вот это место похоже на ручки. И вот сюда добавить при желании юбочку. Ну, то есть, может быть, какие-то у детей даже аналогии, ассоциации появляются, да, с тем, что мы сделали. И можно потом продолжить работать с этими сосудками. Сейчас мы к этому идем. С вами посмотрели, да, разнообразие форм. Вот верхний ряд больше нам напоминает даже не сосуль, а листочек. Возможно, тоже похоже. Вот нижний ряд тоже мы экспериментируем с разными формами, которые могут получиться. Можно также поэкспериментировать с цветом. Посмотрите, на верхнем слайде они уже более сложные стали. Да, по форме включаем геометрию. И предлагаю варианты того, что мы можем с этими объектами сделать. Например, верхний можно использовать. Вот магниты на холодильник у нас есть. Мы можем с помощью магнитов прикрепить такие вот сосудки, лучики к холодильнику. Он у нас такой не только внутри, но и снаружи будет морозиться. Можно детские рисунки, которые есть, тоже временно украсить под раму. Допустим, ставить эти сосудочки вокруг объектов, картин, которые у вас висят дома. Мы можем из этих сосулек сложить шести лучей. Можем это сделать в одном цвете или в нескольких. Вот снизу мы видим, что можно сложить определенные фигуры. Мы можем выложить на окне из этих сосулек узо. Можем соединить с этими лучами другие игрушки, которые у нас существуют. Использовать эти сосульки как для оформления окон, так и для оформления стен, холодильников, предметов, шкафов. Может быть, использовать их для оформления елки, стенда и так далее. Тут здесь нам, опять же, важен цвет. Когда мы оформляем окно, лучше пусть это будет белый, он лучше пропускает цвет. Если мы оформляем какие-то светлые стены, можно их сделать синими и так далее. Вот такая работа с зеркальной аппликацией. Это первые сосульки, назовем их так, это первый этап к вырезанию снежинки. Снежинка использует тот же базовый принцип, но в эти технологии в первом классе мы вырезаем снежинки. Я не стала вам их сегодня показывать, потому что, ну, действительно, есть очень много вариаций, как это можно сделать. Я думаю, что с этим вы справитесь и самостоятельно. Мы сейчас посмотрим другие поделки. Но, тем не менее, что обязательно делайте со своим ребенком снежинку. Делайте ее вместе, пусть она получится дома. Будете делать ее в классе, то есть, ну, это важно. Это важно для ребенка. Несмотря на большое обилие готовых, покупных, разнообразных снежинок, красивая снежинка, которую ты вылетал сам, это яркое украшение Нового года. Итак, мы поменяем с вами материал. Вот мы повырезали. А теперь мы с вами порисуем снежинки кисточками. Нам это может пригодиться как для новогодних рисунков, так и для новогодних стен, для деток. Может быть, мы просто будем украшать окна не только фигурками, но, допустим, мы можем и белой гуашью немножечко расписать наше окошко. Или какие-то подручные предметы, которые есть вокруг нас. В учебнике изобразительного искусства во втором классе у нас есть тема орнамента. У нас есть тема орнамента в круге. И, в принципе, снежинка собой представляет тему орнамента в круге. Здесь у нас с вами интегрируются темы, опять же, математические и художественные. Поэтому это задание, оно не только эстетическое, но и математическое представление, развитие понятия симметрии тоже у ребенка развивает. Очень важно при изображении снежинки взять самую тонкую кисть, которая у нас есть. Это может быть нулевка или первый номер. И очень важно, как мы начнем работу. Для того, чтобы у нас получилась тоненькая, изящная снежинка, нам нужно, чтобы кисточка чуть-чуть касалась бумаги. То есть, относительно бумаги находилась практически перпендикулярно. Вы видите на фотографии с рукой этот момент, то, что у нас кисточка не лежит на бумаге, не касается всей мягкой своей части, кончиком бумаги. Она касается буквально одной точкой. Тогда мы можем обеспечить тонкую линию. Также важно, чтобы у нас было на кисточке немного краски. И на изображение снежинки нам нужно чуть-чуть самую капельку краски. Если краски будет много, то она будет стекать такими каплями, она будет размазываться. У нас не получится этого тонкого эффекта. И рисовать нужно достаточно быстро. Чем медленнее мы ведем кисть по листу, тем быстрее, тем больше краски у нас скатывает, распускает. А когда мы рисуем быстро, она просто не успевает распекаться. И поэтому линия получается потоньше. Вот с первой снежинки не получается. Но потихонечку со временем у ребенка может получиться. Я наблюдала у себя на лидостуде, как только у ребенка начинают получаться снежинки, то они появляются потом на всех работах. И новогодних, и еще в феврале мы чуть-чуть снежинками. В общем, пока снег не растаял, мы все пытаемся украсть этими снежинками, потому что они очень изящно, ажурно выглядят, создают настроение краски. Итак, мы попробуем. Первая снежинка всегда пробная. Основной принцип у снежинки у нас 6 лучей, 6 в концов. Вот мы его сделаем. Хотя не обязательно. Может быть, у вас будет и 8, и 10-конечная снежинка и так далее. Итак, нижний ряд. Посмотрите, мы к нашим 6 основным направлениям. Добавляем еще дополнительные направления. И соединяем их к контурам. Замыкаем. Получается такая 6-конечная звезда. Это лишь один из примеров. Хотелось показать, как пошагово она создается. Потом чередуем у нас частично. Снежинка будет полностью заполнена. У нас появляются ребрышки. И три грани у нас остаются белыми. Добавляем элементы внутрь. Добавляем элементы, которые выходят на рамки снежинки. Посмотрите, нижние более крупные изображения. Здесь самое главное, опять же таки, маленькие движения, чтобы они симметрично повторялись. И последнее движение мы добавляем, увеличиваем плоскость снежинки еще элементами, которые, может быть, даже с ней будут не связаны. Тоже создает ощущение того, что снежинка заполняет много пространства и остается воздух. Когда она одна снежинка сделана, она не производит на нас такого эффекта, как множество самых разнообразных снежинок, которые могут быть нарисованы у вас на окнах, нарисованы у вас на новогодних бутылках, на упаковочной бумаге или в открытке займется мое место. Здесь совершенно различные геометрические узоры. Это он их может использовать, чередовать его, пробовать. Здесь есть приемы инородных росписей, и змеинской росписи, и хохландской, и городецкой росписи. Тоже здесь, видимо, небольшие приемчики, которые используются. Ну, вот так мы их объединили. Если вы работаете на светлой бумаге, работаете синими, голубыми, фиолетовыми оттенками, чередуете их, и если вы рисуете на темной бумаге, то вы можете на синие, наоборот, бумаге использовать белый гош, можете попробовать на окне нарисовать белый гош, такие вот снежинками, и создать этот снежный узор. Чем дольше вы рисуете, с каждой снежинкой все лучше, легче, легче у ребенка получается, а последние снежинки не получат настоящего шеневра, и впечатляет самого ребенка тем, как тоненько и изящно он смог изобразить. Вот тоже один из приемов, попробуйте сделать такие снежинки вместе с ребенком, это доставит ему большое удовольствие, итоговый результат, потому что ребенок удивится тому, как тоненько он на самом деле может нарисовать и сделать. И это задание, оно показывает прогресс, вот первый снежинский в последний, у нас не всегда есть возможность, когда большое объемное задание, вот увидеть эти старания, поэтому не бросайте, попробуйте довести до конца достаточно интересная тема снежинок. Мы с вами двигаемся дальше, и следующую поделку, которую я хочу вам показать, мы ее делаем из аппликации. Мы можем, вот здесь можно использовать готовые шаблоны из интернета, можно нарисовать, а самому мы будем делать украшения на окна. Тоже сейчас во всех образовательных учреждениях, школах, больницы преображаются чуть раньше, и чуть попозже мы начинаем украшать наши дома. Видите, украшения на окна будут долго еще радовать наш взгляд, их очень хорошо видно с улицы, просматриваются, и дети, подходя к своему дому, они всегда заглядывают на верх и смотрят на то, как украшены их дома. Если вы живете в большом многоэтажном доме, обратите внимание, что далеко не все украшают свои окна к Новому году, и как ярко выглядят те окошки, которые украшены, создают настроение не только тем, кто живет внутри, но и тем, кто проходит снаружи. Итак, мы берем деки новогоднюю фигурку, но в данном случае у нас будет снеговичок, и вырезаем снеговичка по контуру. Здесь нам понадобится и сам снеговик, и тот контур, который от него останется, поэтому, если вы с дошкольниками, помогите им, сделайте сами. Если у вас детки уже постарше, 8-10 лет, то объясните им, что та бумага, которая остается, она должна сохранить свою форму. Поэтому не берите очень сложную фигуру, где пороговать просто невозможно, да, вырезать именно по одной линии, нужно сразу на сторон ножницы подойти. А здесь постарайтесь взять более простой ботет. Итак, мы вырезаем по контуру нашу фигурку, нашего снеговичка, и у нас остается лист, из которого мы снеговичка вырезаем. Один из самых простых способов коврения бумажных украшений на окна, это мыло, хозяйственное мыло. Мы берем обычную кисточку, мочим, и вот влажным мыльным раствором находимся во снеговичках, пока он не высох. То есть не очень влажный, но и не очень густой раствор должен быть. И с помощью тряпочки мы накладываем снеговичка на окно и расправляем. Мыльный раствор сразу хорошо держится. Отлетает фигурка, если он был слишком сухой, мыльный раствор, если он был достаточно влажный, то скрепление будет хорошее. В светлое время днем снеговичок выглядит более темным, а с улицы его хорошо видно, он белый. А в темное время, сухой, посмотрите на фотографии, то на фоне темного окна эти украшения смотрятся очень эффектно и поднимают нам настроение. Не вьюга за окном, а на нас смотрят фигурки. Такие украшения, которые крепятся на мыльный раствор, легко убирать. Они очень быстро, буквально одним касанием снимаются. Затем нам необходимо просто помыть окно в том месте, где у нас крепился мыльный раствор. Он, как правило, если вы не переусердствовали с количеством мыла, то смывается достаточно легко. Конечно, мы не будем использовать, например, клей ПВА или клей-карандаш для этих целей. Потом нам придется это соскребать с помощью губки, счищать бумагу. Поэтому универсальный народный способ мыла. Вот такие оконные фигурки, они тоже очень распространены в нашей стране, мы их каждый год повсеместно видим. Но не забывайте о радости того, что это мое окошко, что я иду и вижу, как в моем окошке светит ядовичок. Вот это субъективные радости, которые вызывают фигурки у самого ребенка. И, конечно, ему нужно помочь, если у него не получается, то немножечко, как сказать, немножечко подрезать, может быть, сделать немножко аккуратнее, если у ребенка просто не хватает навыков работать с ножницами. Чуть-чуть ему помочь, но не стоит полностью заменять все украшения на покупные, как дома, так и в классах, потому что дети перестают принимать в этом участие, соответственно, перестают это ценить и воспринимать. И мы превращаемся в создатели этой новогодней истории, мы превращаемся в таких некоторых потребителей. Все будет сделано за нас, все будет сделано хорошо. Так, от снеговичка у нас остался контур. Этот контур мы используем для того, чтобы сделать живописную работу. Мы берем бумагу, в данном случае возьмем темную бумагу, синюю, можно было еще не синей. Мы будем делать белого снеговика. Накладываем наш шаблон, он теперь превращается в трафарет, замешиваем белую густую гуашь и берем губку, потому что фактура губки наиболее создает ощущение снега. Допустим, если мы будем рисовать кисточку, он получится просто белый. А у нас задача, чтобы снеговичок получился снежный. На обычную губку мы набираем белый гуашь и такими точками полностью проходим снеговика по контуру. Особенно обратите внимание ребенка на края, чтобы все усилия были не в центре применены, как на верхней фотографии, а для того, чтобы краешки мы тоже сделали, потому что когда мы уберем опры, на края будут создавать форму снеговика. С этим заданием очень хорошо справляются детки первых, вторых классов. Оно, поскольку форма уже готова снеговика, оно не требует больших чрезмерных усилий, но есть для того, что я снеговика нарисовала сам. Затем мы убираем шаблон, у нас остается снеговичок, такой пушистенький беленький из снега. Теперь мы его чуть-чуть дорисуем гуашевыми красками, сделаем ему глазки, рисуем ему морковку, шляпку, бантик, пуговки. В общем, на ваше усмотрение здесь могут быть добавлены любые детали, их не должно быть очень много, иначе снежная фактура утратит свое обаяние, но мы чуть-чуть его подрисовываем для того, чтобы он получился такой живой. У нас получается картинка со снеговиком. Если мы с вами делаем несколько украшений на окно, например, у нас там зайчик, снеговичок, елочка, то у нас остается много шаблонов, из которых можно создать собственную цельную композицию. Эти рисунки можно повесить на стенах, можно ими украсить подразительные открытки, можно провести выставку работы в школе или дома, можно их дарить, оставлять под белку Деду Морозу и так далее. Получается, что из одного шаблона, из одной фигурки у нас получился и снеговичок из гуаши, и у нас получился снеговичок, который будет нас радовать на окошке. В учебниках по технологии и добродетельному искусству в нашем комплекте, конечно, тоже новогодние темы рассматриваются и предлагаются разные варианты подделок, например, учебники технологии для четвертого класса в новом году делаем маски из бумаги, вы можете в учебнике технологии открыть, посмотреть, родители, вы можете это откуда-то посмотреть, сделать дома с ребенком, потому что учебник технологии – это для вас прямая инструкция, пошаговая в действие, достаточно наглядная и понятная для ребенка, и порой не всегда у учителя есть возможность довести подделку перед новым годом, сделать в полном объеме много других мероприятий праздничных, и нужно нам оценки выставлять и контрольный, подготовиться за второй учебник. Поэтому, может быть, какая-то тема останется без должного внимания, вы можете вместе со своим ребенком дома посмотреть еще раз по тем же самым учебникам, не рискать интернет в поисках новых технологий, а воспользоваться тем, что уже есть на руках у ребенка, и вместе с ним сделать разные подделки. Мы с вами продолжаем, я вам хочу показать еще одну подделку, которую мы делаем из пластилина. Это мастер-класс по нашему пособию для дошкольников, учимся лепить и конструировать, но она также подойдет для первого, второго класса, и вообще для всех детей, которые любят лепить. Такую подделку вы можете делать не только перед новым годом, но можете делать их и на каникулах. Каникулы у нас достаточно долгие, порой нам хочется чем-то занять ребенком, поэтому такие новогодние мастер-классы, они можно провести занятиями ребенка и второго, третьего, пятого, января, когда нам это необходимо, а может быть что-то еще обновить к развеству, ведь наши квартиры еще раз подготовить. Итак, мы будем лепить елочку из пластилина, нам нужен зеленый пластилин, мы берем обычный кусочек пластилина из набора и катаем шарик. У нас получаются шарики, можем брать разные зеленые оттенки, а затем этот шарик нам нужно раскатать в такой, ну, на хулю немножко, надеюсь, похоже форма будет. Мы сначала шарик раскатываем по досочку, по поверхности, просто раскатываем ее валиком, получается такой прямой целенрик валик, затем мы с одной стороны большим пальцем, посмотрите, нижний ряд, этот валик прижимаем и продолжаем раскатывать, делая неравномерный нажим на всю поверхность, а вот на то место, где мы прижали, мы делаем нажим посильнее, тогда у нас получается поносообразная фигурка, вот на последней картинке, да, где распахнутая ладонь, раскрытая ладонь, мы видим эту фигурку, которая у нас должна получиться. Потом, смотрите, ставим эти фигурки, у них уже есть такой, как бы наклон, вот елку они напоминают сюжансы, и затем с помощью прищипывания, мы прищипываем с четырех сторон, крест-накрест, прищипываем нашу елочку, вот видим на зеленом варианте, сейчас получаются такие круглообразные, круговые веточки с разных сторон. Затем такую елочку мы можем уносить шариками с цветного пластилина, вот эти вариации фиолетовые и желтые украшения, а можем ее посыпать обычной мукой, мука прилипнет к пластилину, и елочка будет казаться заснеженной, вот видим на нижнем фото три елочки, две украшенные шариками и одна посыпанная мукой. Вот такую елочку мы можем сделать, поставить где-то морозом, можем ее сохранить на окне, но все, остается тоже полепить и поделать елочки. Они выглядят не так эффектно, как другие украшения, но полезны для ребенка, особенно для тех детей, которые любят лепить, ну и естественно выслепить новогоднюю елку, когда она уже появилась в квартире, стоит украшенная, нам тоже очень хочется, но вот достаточно простой пошаговый способ, как это можно сделать. С вами двигаемся дальше и снова возвращаемся к цветной бумаге. Конечно, цветная бумага наиболее востребованный материал для подготовки новогодних украшений, и сейчас я покажу вам такие универсальные новогодние украшения, которые в зависимости от размера могут послужить для украшения квартиры, класса, или если их сделать в маленьком масштабе, то это идеальные элементы для составления новогодней открытки для наших любимых родственников, а может и для Деда Мороза. Очень важно, чтобы у нас была зеленая бумага. Дорогие родители, кто сейчас смотрит после того, как закончится мастер-класс, пожалуйста, посмотрите, есть ли у ребенка зеленая бумага в наборе, потому что мы покупаем набор цветной бумаги к первому сентября, и возможно, что в новом году бумагу ребенок уже изрезал, а она ему сейчас крайне необходима. Поэтому, может быть, купить ему новую цветную бумагу или просто найти зеленый лист, или купить поштучно несколько зеленых листов, в случае обеспечить ребенка зеленым листовичком бумаги, потому что он может не подумать об этом, забыть об этом и прийти на уроки. А вот, тем не менее, на всех уроках поислое трудно, мы касаемся новогодней темы, нам очень нужна зеленая бумага. Все остальные цвета мы можем поменять, заменить, но от зеленой елочки нам никуда не держим. Елочка – это тоже традиционная для нашей страны новогодняя поделка, тут вариаций не так много, как мы ее делаем, мы складываем лист по полону, затем рисуем елку от пики, расширяющуюся вниз, с большими ветками, может у нас достигать 3-4-5-6 больше ярусов, она может быть абсолютно прямая или чуть-чуть наклонная, но не будем изобретать велосипед, у нас получилась зеленая елка, состоящая из 2-х половинок. В нашем учебнике по технологии для 2-го класса также есть урок, занятие, посвященное искритиванию елочек разного размера и составлению объемной открытки, там где елочка у нас получается пушистка, то есть сейчас на экране видите, вы можете на уроке или самостоятельно дома со своим ребенком такую елочку сделать. Вот к этой елочке мы добавляем новогодние подарочки. Подарок всегда создает ощущение сюрприза, приближающего праздника, и вот когда мы видим красивые, хованные, привязанные коробки, это всегда будоражит детское воображение тем, что вот в предстоящей радости. Делать бумажные подарочки проще, чем настоящие, достаточно просто. Для этого нам нужны прямоугольнички из цветной бумаги, здесь нам подойдут совершенно любые цвета, различные обрезки, то, что у нас осталось. Если мы делаем большие подарки для украшения класса, например, или стен, здесь мы можем брать A4, картона, можно для вот таких подарочков упаковочной бумаги использовать все те цвета, которые у нас редко используются в течение учебного года, по каким-то причинам остаются, здесь мы можем их использовать. Итак, мы нарезаем разного размера прямоугольники, вот посмотрите, что они у меня не идеальные прямоугольники, то есть это не по линейке сделано, у них есть небольшие отклонения, ну как и должно быть в детском рисунке, чтобы он получал от этого удовольствие. Затем мы нарезаем полосочки бумаги, тонкие полоски бумаги из листочка, и крест-накрест, здесь лучше всего подойдет клей-карандаш, потому что полосочки тоненькие, а если делать клеем ПВА, то у нас может, по крайней мере, остаться немного лишнего клея, поэтому проще полосочки клеить нам именно на клей-карандаш. Вообще, когда мы выбираем, какой клей использовать, ПВА или карандаш, здесь нам нужно выяснить простое правило. Если деталька легкая, вот как полосочка, и тоненькая, нам подойдет клей-карандаш, потому что нам нужно, ну как бы, такое поверхностное крепление. Если мы делаем поделку, допустим, мы скрепляем два листа картона, и это более, ну, назовем так, несущей конструкцией, тогда мы используем клей ПВА, потому что он обеспечивает более прочную склейку больших по размеру фигур, как бы, вот точно его можно полосать как пресс. Если фигурка маленькая, то клей ПВА, скорее всего, ребенок больше, чем нужно, и тогда клей может деформировать саму фигурку. Маленькие детальки, клей-карандаш, детальки, которые крепятся сверху, вот последним слоем, клей-карандаш будет выглядеть аккуратнее. Большие детали, которые соединяются между собой, лучше использовать клей-карандаш. Чередование. Да, вот Наталья Викторовна полностью согласна, что чем больше самостоятельности в оформлении, тем лучше. Конечно, дети не обладают, как бы, так сказать, ну, таким целостным взглядом на помещение, на какую-то доску, на которую они делают, и вот они, если им поручить полностью создать композицию, то у них могут быть затруднения. Но если детям предложить создать элементы, вы делаете снежинки для окон, ваша группа делает фонарочки, и ваша группа будет делать новогодние игрушки, здесь, конечно, дети будут большими помощниками, и потом будет приятно видеть, где их игрушки разместятся в общей композиции. Ну, и так мы продолжаем. Мы наклеиваем крест-накрест на подарочки-денточки, вот, и посмотрите, потом мы переворачиваем подарочек, мы можем ножницами обрезать лишние края, а можем наматывать крем и загрузить. Ну, здесь тоже по вашему желанию кому-то проще обрезать, я люблю, например, смазать и загибать, у меня тогда меньше мелкого уксора остается на столе, и ощущение, что подарочки, вот, в ленточке, они чуть-чуть огибают, сам этот цветной прямоугольничек. И потом на подарочки мы крепим бантики. Если у вас есть, у ребенка, может быть, готовые бантики, если дома родители у вас остаются бантики от разных упаковок, можно их использовать, можно вырезать бантик из бумаги, можно просто ножницами закруглить плоскую полосочку бумаги, сделать такую завитушку, приклеить, ну, в общем, украсить и охотник подарочек. Вот такие у нас получились цветные подарочки. Итак, у нас есть подарочки, и теперь будем украшать елку. Для украшения елки мы вырезаем игрушки, складываем бумагу гармошкой и нарезаем одинакового размера кружочки, может быть, ромбики, треугольнички, сосулички, все на усмотрение ребенка, и приклеиваем на нашу елку. Достаточно эффектно смотрятся двухслойные игрушки. Вот, видите, мы берем кругляшок голубого цвета, а на него клеим кругляшок танжевого цвета, меньшего диаметра. Видите, как глазки тогда получаются. Тоже эффект очень простой, не требует от ребенка скрупулезности взять шарики разного диаметра, разного размера. Можно также тонкие полоски бумаги сложить в форме гармошки и наклеить на нашу елочку, сделать такие полуобъемные гирляндочки, в том числе, вот посмотрите на нижние картинки, мы видим оранжевые и голубые гирляндочки, которые сделаны, они делают нашу елочку объемным. Итак, мы вырезали елочку, украсили ее игрушками и сделали подарок. Следующий элемент композиции – это мешок. Здесь мы подключаем наше образное мышление. В принципе, любой такой объект красной формы уже будет напоминать нам мешок, потому что красный – это цвет Деда Мороза, а то, что это мешок, мы показываем с помощью ленточки. Вот посмотрите на первый слайд, там, где красный мешок. Вот если бы этот предмет был сделан из любого другого цвета, вы бы не угодно... Ну, нет первой ситуации, что это мешок. Но в композиции рядом с елкой это будет смотреться как мешок. Мы на него наклеиваем две полосочки, такой полуразвязанный, ленточка. И вот на примере вот этого мешочка и нижний мешочек мы видим как раз пример условности детской, условности в детском творчестве, которая, безусловно, должна сохраняться и быть. Что порой, если сегодня современные украшения новогодние, какие-то пособия для детей, они чрезмерно реалистичны. И они, когда ребенок находится в изобилии этих открыток, такого очень реалистичного, прорисованного характера, он начинает понимать, что вот то, что он делает сам, оно не подойдет. Это плохо. Ну, вот это очень условно. Поэтому не нужно терять вот непосредственность в детском творчестве и условно. Вот, где мы с вами мешочек. И теперь смотрим, у нас есть мешок. Они могут быть разных размеров елка и разного размера подарки. Теперь мы создаем из них композицию. Чем мне нравится это задание? Возможность вариативности этой композиции. Посмотрите, композиция первая. Раскрытый мешок. Из него торчат подарки и под ним стоят подарки. У нас создается новогоднее впечатление. Вот такое вот место для подарков. Может быть, вы так оформите место для подарков. Под него положите потом настоящие подарки. Следующая композиция – елочка с подарками. Мы взяли нашу елочку и внизу расположили подарки. Чередуем их по цвету, чтобы они, подарки одного цвета не находились рядом. Когда красные подальше друг от друга, желтые через дурь, у нас создается ощущение предвкушения праздника. Или вот следующая композиция. Здесь мы взяли мешочек меньшего размера. Подарки, подарки под елку. У елки появился ствол. Вариант новогодней композиции. Теперь мы все эти варианты, посмотрите, снова я их убираю, мы сделаем из них открытку. Что мне нравится в этом задании, что оно простое. У нас есть возможность для учителей, кто делает, у нас есть возможность синхронно с классом одновременно делать елку, одновременно делать подарки. Но потом дети составят каждую свою композицию. То есть задание, как будто с открытым концом, оно не лишает ребенка индивидуальности. И готовые композиции, они не получаются, как будто, под копирку. Одни у ребенка есть возможность как бы двигаться. Дети могут меняться друг с другом подарочками, мешками и так далее. Как вы смотрите, все тот же наш набор. Теперь мы делаем актеры. Взяли здесь А4, сложили его пополам, может быть, А3 сложится пополам. В зависимости, опять же, от размера ваших фигурок. И делаем новогоднюю открытку. На первую страницу мы поместили саму елочку. Она у нас задает настроение. На тыльную сторону открытки мы поместили мешочек с подарками. Такой послевкусие от открытки. И внизу мы видим разворот открытки. В нижний ярус мы разместили подарочки. И верхний ярус оставили для подписи. У нас получилась открытка, которая украшена с разных сторон. Объемные фигурки елка на первой странице. Объемные бантики, они у нас на посредней странице. А внутри мы стараемся размещать плоские подарочки с какими-то очень минимальными бантиками. Для того, чтобы открытку можно было закрыть. Вот простой вариант новогодней открытки, который может тоже сделать каждый ребенок, чередуя эти элементы между собой. Еще раз давайте вернемся к набору элементов, которые у нас были. И представим, что мы их можем сделать. Маленький масштаб. Это открыточки и картинки. Можем сделать масштаб чуть побольше. Допустим, А3, даже больше, чем А3. Ими мы можем украшать дом и квартиру. Ну а если мы сделаем их в масштабе еще побольше, мы уже можем даже с ценами украшать. Украшать какое-то большее пространство. Можем украшать ими группу. То есть, акварируя масштаб, мы меняем назначение, куда мы можем их использовать. Вот такие идеи тоже хотелось вам поговорить. Итак, вам нужно составлять снежинки, украшения, украсить ими дом и ухо. В учебнике Теологии вы можете создать давление снежинок. Мы посмотрели сегодня, как рисовать снежинки гуашью с помощью тонкой кисточки на окнах, на бумаге и на новогодних рисунках. Мы с вами сегодня смотрели, как делать новогодние украшения для окон с помощью шаблонов, а потом из обрезанной части, как можно с помощью губки создать новогоднюю гуашью. Мы полепили елочку из пластилина и посмотрели, как делать композицию из елки, мешка Деда Мороза и новогодних подарков. Вы можете все это соединить в некую единую композицию. Всем газету вы можете это все оформить в одной комнате. Может быть, вам понравилась только одна идея. Я очень хотела вдохновить и учителей, и родителей на то, что самые простые, понятные, доступные для ребенка средства, инструменты могут создать новогоднее настроение, которому ребенок будет внимать счастье. Я всегда намеренно не показываю сложные выкройки, сложные заготовки, которые будут рассчитаны на родителей. Я всегда хочу показать вам то, что ребенок может сделать своими руками, и все погрешности детского вырезания и детской непосредственности, они не должны портить итоговую картину. Ну, а теперь можно то же самое посмотреть, но в любое время и в любом необходимом теме. Вот мы сегодня обобщили те новогодние мастер-классы, которые у нас уже были. Они выложены в нашей группе ВКонтакте Пэнша. 2001 перспективная начальная школа. Если вы зайдете в раздел альбомы, то найдете там частично эти мастер-классы. Также мастер-классы вы можете найти в нашей группе ВКонтакте Крунтик. Это наша предшкольная программа. И там мы тоже найдете мастер-классы для дошкольников. Вот мастер-класс с новогодним мешочком, он тоже находится там. И сейчас особенно прошу заглянуть вас в группу, так как сейчас мы разыгрываем книги. Подарок за репост, предновогодний марафон подарков. Каждую неделю мы разыгрываем две книги, поэтому на ваш выбор. Поэтому заходите в группу и участвуйте в конкурсе. Он очень простой. Можно будет получить интересный приз. И также те мастер-классы, которые я сегодня показывала, в более развернутом виде, мы можем посмотреть в нашем электронном журнале «Шаг вперед» на нашем сайте Азбукс в рубрике «Остров сокровищ». Проекты по технологии и изобразительному искусству. Также можно зайти там и посмотреть все эти мастер-классы, которые я вам сегодня показывала. Ну и в ближайшие недели до Нового года в нашей группе «Предшкола нового поколения» появится еще один свежий мастер-класс. Мы будем делать елочные украшения, брошки и брелки из фетра. Вот такой мастер-класс проведем. На следующей неделе заходите в группу, посмотрите еще раз. Вас порадуем перед Новым годом еще одной поделочкой. Так, сейчас одну секундочку. Иногда просят коллеги. Ставить ссылку прямо в чат. Прямо в чат вам вставляю ссылки на наши группы. Для того, чтобы можно было сразу зайти, поставить группу в закладочку, а потом уже в свободное время посмотреть, как там все устроено. Это две ссылки на наши социальные сети. И сейчас ссылка на наш электронный журнал, где вы тоже можете посмотреть нашу информацию. Коллеги, большое спасибо за участие в вебинарах, большое спасибо за ваши теплые отзывы. И мы всегда очень рады, если в наших группах в социальных сетях «Кронтик» и «Перспективная начальная школа» вы будете делиться фотографиями поделок, которые получились у ваших детей, обновленными комментариями. Нам порой не хватает вашей живой, теплой обратной связи, поэтому вот с удовольствием мы получили бы. Вы можете прям личным сообщением в администрацию группы отправлять фотографии и рисунков ваших детей. Если пришлете много, может быть, мы даже после Нового года конкурс наградим обязательно грамотами детей за участие в мастер-классах и конкурсах, разместим их фотографии, чтобы было детям тоже интересно. Поэтому не стесняйтесь, пишите нам в группы, присылайте. И порой и с учителями, и с родителями иногда в живом общении, когда сказали, что вы, это не стоит внимания. Все, что делают ваши дети, стоит нашего внимания. Это тот результат, на который мы опираемся, и это начальная школа, и все, что ребенок сделал, вложив туда душу, то, конечно, это тоже есть определенный результат. И когда мы можем повторить, то есть когда вы повторяете мастер-классы, которые я даю, и присылаете свои работы, это тоже для меня очень приятно, потому что я вижу, что все предлагаемые действия, они вполне выполнимы детскими руками, это самое главное подтверждение. нашего профессионализма, что мы это делаем не для себя, а для детей. Большое спасибо, коллеги, всех тоже поздравляю с наступающим Новым годом. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, то мы с вами прощаемся, и, надеюсь, в творческом вдохновении вы сейчас будете следовать тем инструкциям, которые посмотрели. Вебинар можно будет посмотреть в записи, вам на электронную почту придет письмо о участии, сертификатом участника вебинара, от школы родителей, не помню. В общем, вебинар будет выложен, можно будет его посмотреть в записи еще раз, и кому-то будем порекомендовать. Продолжение следует...